Назначение социальной помощи чернобыльцам, поддержка детского творчества, подготовка к летнему оздоровлению детей, ход весеннеполевых работ, учения по гражданской обороне на железнодорожном транспорте, аттестация госслужащих и состояние исполнительной дисциплины в органах власти. Повестка дня очередного аппаратного совещания облгосадминистрации была довольно насыщенной. В Одесской области 8 тысяч пострадавших от чернобыльской катастрофы, имеющих льготы. Из них почти 2300 инвалидов. Для чернобыльцев предусмотрен ряд льгот, в частности 50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг и телефона. И в прошлом году на эти цели из бюджета потрачено почти 8 миллионов гривен. На приобретение лекарств и зубопротезирование чернобыльцев использовано полтора миллиона гривен. В этом году эта цифра, кстати, будет увеличена до двух миллионов. На дополнительные отпуска и стипендии пострадавшим от аварии на ЧАЭС потрачено более полутора миллионов гривен. Более миллиона ушло на детское питание и более 13 миллионов на питание взрослых чернобыльцев. Более полумиллиона гривен истрачено на компенсацию за вред, причиненный здоровью. Все компенсации выплачены в полном объеме, задолженности нету, но, к сожалению, немножечко идет задержка. Ну, это как первые месяцы, как всегда. Чернобыльцам-инвалидам в прошлом году выдали 10 новеньких и один подержанный автомобиль. А вот путевок всем чернобыльцам не хватило. В санатории за счет государства смогли съездить только 350 человек, остальным выдали компенсацию. И еще 200 человек отправили в санатории Одесской области. Кстати, с этого года чернобыльцы смогут уже сами выбирать санаторий, в котором они хотели бы отдыхать. 2013 год объявлен в Украине годом детского творчества. Начальник управления культуры и туризма облгосадминистрации Владислав Станков рассказал о многочисленных мероприятиях, которые проводят школы искусств, библиотеки, клубы и другие учреждения культуры. Это концерты и мастер-классы, фестивали, выставки, лекции и так далее. На всестороннее развитие личности, поддержку одаренных детей направлены и действующие библиотечные программы, духовное, эстетическое, художественное воспитание личности, литературная гостиная, мой край и я, профессиональная ориентация, эстетическое воспитание молодежи, звезды, таланты. В этом году наблюдается настоящий бум музыкальных школ. В прошлом году в музыкальных школах области учились 12-13 тысяч детей. В этом уже 18 тысяч. Поэтому музыкальным школам и школам искусств нужно всячески помогать, сказал Владислав Станков. На 2013 год запланирован новый масштабный проект – фестиваль под названием «Молотфест», который, по мнению руководителей культурной отрасли области, позволит раскрыть огромный потенциал молодежи. Фестиваль будет проводиться в несколько этапов. Сначала в каждый район будет выезжать жюри и отбирать талантливую молодежь. Финал пройдет в октябре. Наиболее талантливые дети получат стипендии. Ну а что касается летнего оздоровления детей Одессины, то в этом году на эти цели намечено потратить 104 миллиона гривен. Из них 15 миллионов – из местных бюджетов, 20 миллионов – внебюджетные средства. И остальное выделит Фонд социального страхования. Эти цифры беспрецедентны, заявил Иван Яковлев, начальник управления по делам семьи и молодежи облгосадминистрации. В этом году планируется оздоровить не менее 70% детей школьного возраста. В прошлом году – 67%. А сумма финансирования летнего оздоровления детей увеличится на 20%.